Тумсо Кадырову очень нужны такие муджаиды, как ты, а не такие, как Басаев Хаттаб Масхадов. Володя Козлов Кадырову нужны не такие, как я, а ему нужны такие, которые как раз... Сегодня услышал, что одного парня с Урусмартана, имя которого я не знаю, забрали из-за того, что он оставил комментарий, где он тебя поддерживает под твое видео. Слышал ли ты что-нибудь об этом? Я ничего об этом не слышал, если есть данные об этом человеке, я прошу дать мне эти данные, максимальную информацию по поводу него. Я знаю, что такое бывало, я знаю такие случаи, когда мое видео было скинуто, ссылка была скинута в одну из групп WhatsApp, и человека забрали, очень сильно побили. Поэтому я не знаю, как вас предостеречь от этого, здесь вам нужно самим как-то беречься. Имейте в виду, то, что вы меня поддерживаете, это безусловно причина для того, чтобы вас забрали, вас избили, завели на вас уголовное дело. Это очень опасно, поэтому шифруйтесь, скрывайте это под своими именами и регистрируйтесь. В общем, соблюдайте вот эти вот меры предосторожности. РШ пишет, ассаламу алейкум, брат. Хочу спросить, как ты относишься к татарам? Тебе не кажется, что они обрусели под влиянием России? Они же тоже мусульмане, но я вижу, что на каждом торжестве у них алкоголь и тому подобное. Я беспокоюсь о том, что мой народ отпустит от ислама. Я слышал, что много татар переходят в православие. К татарам, как я могу относиться? Я отношусь к татарам очень хорошо, очень положительно. Как и к любому народу, но татары, они в своей основе, это мусульмане, и они наши братья, иншаллы. Что касается того положения, о котором ты говоришь, что кто-то там обрусел, да, к сожалению, татары это очень большой народ, это второй этнос России, поэтому среди них есть представители христианства, разные есть люди, конечно, есть обусевшие, есть джагели, разные, но среди них есть очень хорошие братья, очень праведные мусульмане, как и в любом другом народе. Нужно работать, нужно призывать, я не знаю, как еще можно исправить эту ситуацию, только разъяснениями, только призывом. Тумсо, как думаешь, почему Кадыров называет все, что можно, именем отца, но при этом делает все, что скажет Путин? Это культ, понимаете, это возведение в культ личности. Он не делает ничего нового, он идет вот по такой конкретной советской такой, по советскому сценарию, как во времена сталинизма было. Если вы поедете в Азербайджан сегодня съездите, у вас будет дежавю, вы увидите, что все улицы, там уже, по-моему, еще чуть-чуть, и Каспийское море переименует, имя Гайдара Алиева сделают. Все Гайдара Алиева, понимаете? Вот точно так же и Кадыров. Все делает имени отца, такой культ у них. Они навязывают его настолько, что, допустим, любой начальник среднего уровня какого-нибудь, там, допустим, начальник отдела любой организации, неважно государственной, не государственной, неважно, какая она будет, он должен, в его кабинете должны висеть фотографии отца Кадырова, самого Кадырова, Путина. Обязательно должны висеть. Если у тебя их нет, тебе делают замечания. Когда, например, к тебе в кабинет приходят, там какие-нибудь, допустим, с администрации, там с префектуры кто-нибудь придет, тебе на это обратят внимание, почему у тебя нет фотографий в кабинете. У меня часто бывали такие моменты, потому что у меня в кабинете не было фотографий. И были такие... Но меня прикрывали в этом вопросе. Есть те места, в которых, например, начальник твоего учреждения, это такой истинный кадыровец. В таком учреждении фотографии будут, эта галерея просто будет везде висеть. А можно патриоты Путина и Ахматовне из головы ввести? Конечно, нельзя. Как во времена Советского Союза нельзя было рассказывать там анекдоты, допустим, про генсеков. Точно так же и здесь. Вот все точно так же. За анекдот там про Ахмата Кадырова с тебя снимут штаны где-нибудь. Покажут тебя. В том, что ты смелый человек, настоящий патриот. Но к чему приведет твоя работа, а ты не боишься за себя. Спасибо. Я не патриот, ни в коем случае. Боюсь ли я за себя? Нет, за себя я не боюсь. К чему приведет борьба? Не знаю. Будем надеяться, что приведет к победе. Дашаев перезвонил тебе, говорит. А он должен был перезвонить? Асаламу алейкум. Томсо, ты Дашаева жестко достал. Скоро ты его сделаешь жертвой политических репрессий. Алейкум асалам. Я надеюсь, что подпорчу ему жизнь. А Томсо из-за тебя скоро Дашаев будет просить политубежища в Польше. Асаламу алейкум. Томсо, брат Чечню, правда, приезжал? Шейх Ибн Базу? Алейкум асалам. Нет, вроде, Шейх Ибн Баз не приезжал в Чечню, но Шейх Ибн Баз встречался, точнее, Аслан Масхадов, помилует Аллах и обоих, они встречались, Аслан Масхадов и Ибн База, они встречались в Саудовской Аравии, когда Масхадов делал туда визит государственный. Томсо, следите за политикой, как относишься к повышению пенсионного возраста. За политикой, конечно, слежу, как я могу относиться к повышению возраста пенсионного. Я, в принципе, себя не считаю россиянином. То есть не то, что не считаю, я не являюсь россиянином. Я человек, которому паспорт российский далее оккупировал меня, понимаете? Поэтому мое отношение к этому, как стороннего человека, вот как поляк, относится к повышению пенсионного возраста в России, вот точно так же я к этому отношусь. То есть я отношусь к этому негативно, я с точки зрения, сочувствуя россиянам, понимая, что их пытаются надуть, против них пытаются несправедливость учинить. Но не с точки зрения, что это моя проблема, потому что мне получать российскую пенсию не надо. Я об этом не думаю. Опа, смотрите, в субботу, 30 июня, планируется глобальный субботник по обустройству домов в Грозном. Как вам такое? С помощью рабского труда люди хотят сейчас закрыть какие-то вопросы. Обустройство там, какое отношение имеет обычный народ там обустройство домов, понимаете, как они пытаются решить свои проблемы? И решать самое интересное, что решать. Саламу алейкум, ты можешь в позитивную сторону новостей обещать? Вау алейкум, саламу алейкум, новостей откуда позитивно? С Чеченитой, имеешь в виду, с Кадыровской? Нет, пока они там будут убивать людей, пока они будут мучить народ, я никакие, я не вижу там никакого позитива. Как можно отвлекаться на какие-то мелочи, когда у тебя убивают людей? Саламу алейкум, Тумсо, я живу в Австрии и хочу у тебя спросить, была такая тема насчет мавлида? Понятное дело, что во времена сахабов и халифов не было мавлида. Так, и что? Хачарой ислам, Джаборс. Тумсо, почему ты не делаешь видео про зверски убитых мирных жителей в Балдах, в Алханьурте, в Комсомольском и везде, где был геноцид? Это должно нас беспокоить. Это нас и беспокоит, и иншалла будут эти видео? Будут. Все будет. Как относишься к Западу, западной политике жизни на Западе? Отношусь, смотря к чему. Есть какие-то позитивные моменты, есть негативные, по-разному. Жизнь на Западе. Вы знаете, я... Жизнь на Западе, если бы это был бы добровольный выбор, я бы никогда не выбрал жизнь на Западе. То есть, вынужденно, да, мы здесь живем, а так жить надо на своей земле. Я смотрел видео, как в некоторых странах ЕС выходит на митинги против Караа и Путина. Есть ли такие митинги в Польше и пошел бы ты на такой? В Польше я каких-то митингов не видел последние, по крайней мере. Ну, пока сколько я здесь нахожусь, нет, не слышал никаких митингов здесь. Пошел бы я на митинги. Если бы митинги, я бы увидел какую-то пользу, то, безусловно, я бы на него пошел. В случае, если в этом есть какая-то польза, я туда пойду. Томсо, ты видел, Кадыров блогеров собрал Грозного, что ты скажешь, видел ли ты? Да, я так понял, что Кадыр, они сейчас хотят в интернете, как бы, они видят, что в интернете идет, ну, проигрывают, они так скажем, в интернете, здесь, как это называется, информационную войну, в интернете они проигрывают, безусловно. Поэтому они сейчас хотят на этом поле битвы укрепить немножко свои позиции, и они сейчас подтянули известных, известных, ну, один там был известный, остальные, я даже не знаю, кто такие, подтянули этих блогеров, чтобы таким образом в интернете создать такое благоприятное мнение о Кадыровской Чечне, о Кадыровской. Ну, ладно, сама идея-то, ладно, в принципе, я это все понимаю, но мне просто интересно то, что этот блогер, Гусейн Гасанов, по-моему, это человек, который, его контент, он настолько аморальный, Кадыров, который пытается везде казаться таким мусульманином, таким правильным, такой хранитель Корана, что только он себе, какие только регалии он сам себе там не повесил, такой праведный мусульманин, и тут на тебе на странице Инстаграма у Гусейна Гасанова появляется вместе с Рамзаном видео, и вот когда ты открываешь эту страницу, там вот одно нечестие, 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 и раз, и Рамзан на этом фоне с ним стоит, в принципе, очень даже подходит, конечно, все является одним нечестием, но я хочу сказать, это сама идея, которую они как бы хотели воплотить, в итоге, она у них, как бы, они в ней же облажались, фейс Рамзана засвечен на очень непристойной странице, и хвала Аллаху, который их изобличает. Тумсо, брат, ассаламу алейкум, уважение, мое тебе за твою твердую позицию, я не знаю, кто прав, а кто виноват Теченской Республике, потому что я сам карачаевец, но уважаю смелых людей. Алейкум, ассаламу алейкум, а баракату, зелим хан, 009, эмбзеев, баракаллах, тебе за поддержку, но я думаю, тебе стоит знать, кто там прав и кто виноват, это слишком очевидные вещи, они очень влиться умножения, эти вещи понимать. Не может быть, тем более, у Кавказа у карачаевца такое мнение об этой ситуации, я не знаю, кто там прав, кто там виноват. Ты должен твердо знать, кто там прав, кто там виноват. Тумсо, почему бы тебе не научиться достойно принимать критику в твой адрес? В твоем понимании достойно это как? В смысле, не отвечать на нее вообще? Как ее в твоем понимании достойно? Я вот считаю, что я достойно ее принимаю. Научи меня, как ты считаешь, нужно ее достойно принимать. Тумсо Кадырову очень нужны такие муджаиды, как ты, а не такие, как Басаев, Хаттаб, Масхадов. Володя Козлов Кадырову нужны не такие, как я, а ему нужны такие, которые, как раз, знаешь, такие, которые, например, в Кизляре церковь атаковали женщин, которые здесь, в Европе, атакуют невинных людей, давят их на... Вот такие нужны. В кавычках, разумеется, я сказал муджаиды, это не муджаиды. Вот такие вот люди ему нужны. Они такие, как я. Как раз-таки, такие, как я, ему очень не нужны, которые изобличают все его преступления на весь мир. Такие ему не нужны. Субтитры создавал DimaTorzok